уважаемые подписчики сегодня предлагаю испечь традиционный немецкий женой хлеб на закваске с вечера приготовим хлебную мочку для нее возьмем ржаные сухари их необходимо смолоть до состояния муки и зальем водой если у вас нет возможности смолоть сухари до состояния муки вы можете залить сухари водой а на следующее утро уже в размягченном состоянии сбить их блендером до кашеобразного состояния суть состоит в том чтобы сухари превратились в кашеобразную массу где кусочки хлеба не были заметны глазу все накрываем плотно крышкой и оставляем до следующего дня в тот же вечер приготовим закваску для него возьмем женой стартер из холодильника добавим ржаную цельнозерновую муку и воду это очень простая одноступенчатая или однофазная дитмольдовская закваска которая широко применяется в пекарском деле в германии и может иметь влажность как 80 процентов так и 150 хотя изначально традиционно она имела влажность 80 процентов но постепенно она модифицировалась вид изменялась и сегодня она является настолько гибкой что параметры охватывают от 80 до 150 процентов влажности все оставляем при комнатной температуре под неплотно накрыта крышкой на следующий день приготовим тесто для этого возьмем все указанные ингредиенты и замесим это очень удобная рецептура которая легко строится в любой самый занятой график использование черствого хлеба или сухарей очень традиционная и распространенная практика не только в германии но и в швейцарии и в австрии это связано не только с рачительностью этих народов но и с тем что добавление черствого обжаренного хлеба имеет технологический смысл а именно при привнесении черствого хлеба мы тем самым привносим желатинозированный крахмал а желатинозированный крахмал как мы знаем это та же заварка суть заварки состоит в том чтобы увеличить влажность теста и конечном итоге придать изделию более сочный и долго не черствеющий мякиш к тому же за счет того что мы привносим уже готовый испеченный хлеб мы вместе с ним привносим и большое количество вкуса ароматических веществ которые невозможно привнести только при использовании заварки то есть при использовании заваренной муки именно поэтому черствый хлеб при внесении сухарей или черствого хлеба имеет и другое название а именно брод арома что означает хлебный аромат дитмольдовская закваска широко известна в германии и за ее пределами наиболее классический вариант это трехфазная дитмольдовская закваска но кроме нее существует также и двухфазная и однофазная которые мы в данном случае и пользуемся хорошо вымешиваем тесто на самой медленной скорости в течение 10 минут а затем оставляем на рабочей поверхности накрыв держу тестомеса на 30 минут позволяя белкам муки набухнуть а По прошествии 30 минут произведем формовку. Для этого на смоченный водой рабочий стол выложим тесто, разделим его на два равных куска, а затем выложим в формы. Хорошо утрамбуем тесто для того, чтобы в нем не оставалось пустот, а затем при помощи муки, я использовала сейную ржаную муку, вы можете использовать обдирную или цельнозерновую, щедро присыпем поверхность тестовых заготовок. Необходимо щедро присыпать поверхность для того, чтобы на выходе получить выраженный и явный рисунок. Накрываем заготовки шапочками для душа и оставляем на брожение, она жаростойка при температуре 30-32 градуса на 2-2,5 часа. Готовность тестовых заготовок определяем по рисунку. Встречины на поверхности должны быть между половиной и одним сантиметров толщины. Проверяем готовность мякиша. Температура мякиша на выходе должна составлять 97-98 градусов Цельсия. Если мы видим, что хлеб у нас пропекся, достаем оба хлеба из формы и оставляем на решетке. Как и любой хлеб, он должен созреть. Немецкие хлеба должны созревать в течение 16-24 часов, так как мякиш у этих хлебов обычно довольно-таки влажный. По сравнению с нашими ржаными хлебами, хлеба немецкой традиции имеют влажный, сочный мякиш. Именно поэтому им требуется большее время на стабилизацию. Температура мякиш. Температура мякиш у нас хорошо держит форму, он упругий и при нажатии пальцем он легко возвращается в форму. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!